Следователи выясняют обстоятельства ЧП в 32-й школе Екатеринбурга. Во время пробежки на уроке физкультуры погибла 10-летняя ученица. Медики спасти ребенка не успели. Почему у внешне здорового девочка внезапно скончалась, выясняла Юлия Воронина. В спортзале по-прежнему идут занятия. Школа работает в обычном режиме. Но случившиеся здесь трагедии напоминают цветы. Их весь день приносят ученики и их родители. Во время пробежки на уроке физкультуры погибла 10-летняя девочка. Известно, что Эльмире Дороговой стало плохо. Она потеряла сознание и упала. Не пробежав и половины, дистанция половины круга, ребенок подошел к учителю. Не успев ее даже назвать, она упала. В администрации школы поясняют, они сразу вызвали скорую помощь. Но прибывшие на место врачи уже не смогли спасти девочку. Школьный медицинский кабинет в этот день не работал. Штатный врач уволился в сентябре. Сейчас в учебном заведении приходящий специалист. По ее заявлению, девочка была здорова. У нее вторая группа здоровья. Она немножко со зрением у нее нарушение. Зрение небольшое. Но она занималась в основной группе. То есть это без ограничений. На физкультуре она могла сдавать все нормативы. То, что девочка выглядела здоровой, подтверждают у родителей ее одноклассников. А вот заявления руководства школы о том, что в спортзале были подходящие для занятий условия, они готовы опровергнуть. Рассказывают, помещение редко проветривают, на что школьники жаловались не раз. Это говорит прежде всего о халатности администрации школы. Потому что я считаю, на мой взгляд, что вот так вот делать, закупоривать на гвозди окна в классе у детей по 7 уроков. Душно. Детей рвало неоднократно. Не жаловались на головные боли. В ходе проверки Следственного комитета удалось установить предварительную причину смерти Эльмиры Дороговой. Экспертиза показала, девочка погибла от болезни сердца, острой коронарной недостаточности. Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург, Следственным комитетом по Свердловской области, по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса, то есть причине смерти по неосторожности. Учительница физкультуры, она же классная руководительница погибшей школьницы, пока уроки не ведет. Педагоги стараются не напоминать учащимся 32-й школы о случившемся. Но вот родственники вряд ли смогут смириться с трагедией. Бабушка Эльмиры Дороговой до сих пор не верит в происшедшее. Пока шок, пока как будто не было такого, как будто она живащая.